Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я ее ведущий, священник Сергий Рыбаков. В прошлой нашей передаче мы начали очень важный, очень серьезный и, можно даже сказать, не совсем простой разговор, разговор о слове, о том, какое место оно занимает в культуре и в жизни человека. Говорили в том числе и о том, в чем заключается по-настоящему навык чтения, что навык чтения — это на самом деле навык понимания. Сегодня мы решили продолжить в нашей передаче беседу о языке с нашим гостем, с нашим экспертом, филологом, философом, поэтом, писателем, доцентом кафедры философии и филологии Института культуры, Самарского нашего Института культуры, Леонидом Владимировичем Немцевым. Здравствуйте, Леонид Владимирович! Здравствуйте, здравствуйте! Ну вот, действительно, эфира нам не хватает, время пробегает за интересным диалогом очень быстро. В прошлый раз мы остановились с вами на навыке понимания людьми, текста читаемого, текста воспринимаемого. Сегодня бы мне хотелось передачу нашу посвятить, нашу беседу посвятить вообще языку сакральным, то есть языку, на котором человек разговаривает с Богом. Во многих культурах мы наблюдаем очень четкое ранжирование пространства, реальности на профанное и сакральное. То есть есть бытовая жизнь, в которой мы разговариваем на понятном языке, на языке бытовом, что называется. И есть пространство сакральное, ну это либо храмы, если мы говорим в общем и целом, да, о религиозном мировоззрении. Приходя в который, например, в разных религиозных системах, люди встречаются либо с языком древним, либо языком мертвым, например, католики говорят, служат богослужения на латыни, на которой не разговаривают в быту. Вот. У нас в церкви это церковно-славянский язык, причем именно церковно-славянский, то есть не старославянский, а церковно-славянский. И очень многих людей, в том числе наличие вот этого языка в церкви, языка в сакральном месте, вызывает отрыб, недоумение, а иногда даже отторжение, что зачем мне ходить в церковь, там ничего не понятно, служат на непонятном языке, говорят на непонятном языке. И вот перебрасывая такой мостик с нашей прошлой передачи, с нашей прошлой беседы, давайте поговорим в принципе сначала о читателе, а потом о церковно-славянском языке, о том, почему его так трудно воспринимает современный обыватель. С удовольствием. Ну, о читателе надо говорить довольно долго, и этот образ практически утрачен, потому что нам кажется, что читатель получил право сотворчества или даже лучшего творчества, чем автор. То есть он способен придумывать все, что угодно, и быть достаточно поверхностным и самостоятельным. И это уводит нас очень далеко от самих навыков чтения, потому что часто словесная формула — это формула. Представьте себе, что химик или физик, прочитывая формулу, видит там только личные знаки. Например, ассоциации с любимыми инициалами, какие-то отсылки цифровые. И может говорить все, что угодно, писать труд химический по поводу того, что это значит все, что угодно. А в области гуманитарных наук это возможно. Хотя на самом деле, чем мы ближе к сакральному высказыванию, к сакральной фразе, тем больше мы имеем дело с формулой. Но точно так же и в любая языковая формула, раз уж она сложилась, раз уж она сказалась, она несет в себе образ, логос. И читатель, как Мандельштам в одной из статей говорил, что поэтическая грамотность ни в коем случае не совпадает ни с грамотностью обычной, то есть с умением читать буквы, и даже с литературной начитанностью. Это очень важно, что читатель — это внимательный, доверчивый ученый. Он ждет, ждет понимания. И в идеале читатель должен забыть о себе, так же, как забыл автор, когда создавал образ. Поскольку логос — это выход за пределы личного бытия. То есть, как бы мы сказали, за пределы личного пространства. Выход к чему-то большему, чем мы. Выход за пределы телесного мира. Даже когда мы имеем дело со стихотворением, с авторской писательской прозой. Вы говорите о разделении профанного и сакрального. О разделении профанного и сакрального. Здесь очень большая проблема, как мне кажется. Дело в том, что нам как раз не хватает совмещения профанного и сакрального. Нам как раз не хватает ощущения того, что сакральным может являться каждый наш джаст, каждое наше действие, каждый наш поступок. Что эта часть... То есть, вообще мысль. Не случайно в практике церкви много внимания уделяется чистоте помыслов. Ведь важно то, что человек мыслит. Это уже богослужение. Это уже обращение к Богу. И вот этого нам не хватает. Потому что когда человек считает, что в автобусе он может думать все, что угодно. О людях, о себе, о мире. А в церкви может думать только... О высоком. То есть, наполняться только высокими чистыми образами, это совсем неправильно. Потому что важно, что происходит с нами в каждую секунду. И вот древний человек, наверное, ранние христиане и средние века не имели такого разделения на сакранные, профанные. Потому что сакрально было все. Домашняя утварь, каждое деяние. Домашняя уборка по дому. Не было такой проблемы, как сейчас, когда родители говорят детям «Убирай, убирай за собой, убирай игрушки». Ведь это же очень трудно вернуться к такому пониманию, что когда мы убираемся у себя в квартире, мы приводим мир в порядок. Мы, в принципе, очищаем пространство, космическое пространство. Без всякой мистики. То есть, это просто настоящее приведение мира в порядок. Расстановка всего по своим местам. Расстановка всего по своим местам. И опять-таки, это символ того, что у нас в голове. То есть, я не хотел бы в это вдаваться, потому что я, конечно, согласен с тем, что в голове может быть порядок, а в комнате беспорядок. Но, по сути, наш способ жизни, наш образ жизни всегда сакрален. Это всегда очень важно. И вот это вот разделение, оно проявляется и в языке тоже. То есть, все-таки с латынью и церковнославянским языком не очень похожи ситуации. Потому что, когда латынь стала языком католического богослужения, на латыни уже говорили и писали долгое время. И были литературные памятники. Это был абсолютно сложившийся, готовый художественный язык, на котором было произнесено все. И когда на этом языке были произнесены священные слова, они звучат просто, ясно. Они звучат очень близко. То есть, как раз подчеркивается, что вообще латынь, Овидия, Вергилия, это латынь живого человека. Даже вот на этом примере мы уже очень многое можем понять. Когда романтики 200 лет назад в немецкой культуре и в русской, потому что наши культуры запаздывали по отношению с Западной Европой, по сравнению с Западной Европой, у них сложилась такая практика перевода высокопарного архаического перевода, чтобы показать все величие, грандиозность древних авторов. А этого нет в природе. То есть, когда человек начинает учить латынь, он вдруг понимает, что Овидий абсолютно понятен, что это наш современник, что он ясен, прозрачен, что Гораций говорит, может быть, даже чище и прозрачнее, чем Бродский. Что это очень понятная речь. И вдруг в переводе мы видим какие-то тяжеловесные громоздкие конструкции, которые захламляют восприятие, понимание. И вот не хватает практики перевода, потому что язык меняется. Живой язык за многие десятилетия, особенно за 50-100 лет, меняется очень сильно. Потому что образ, логос, сохраняется неподвижным, а понятие сквозит. Оно может повернуться полной противоположностью. Об этом Гегель предупреждал. Ну и это было известно всегда и давно, что слово может показаться совсем не тем, что кажется. Не случайно это вот лежит в природе конфликтов современного человека. В основном почти все конфликты связаны даже не с делами, а со словами. С неправильной оценкой, с неправильно сказанным словом. Цепляние к словам. Человек не то сказал. А важно не то, что он сказал, а что он при этом думает. Потому что сказать он может то, что нас устраивает, но что он при этом думает. И перевод складывается так. Ну, церковнославянский язык, отцы церкви, православные, священники очень гордились тем, что церковнославянский язык — это язык, на котором не пишутся письма, не ведется, не составляются судебные документы, что это язык чистый. И какое-то время он, конечно, выполнял свою функцию. Но в современной нашей ситуации возникает очень большая проблема. Вообще, богослужебные тексты — это, конечно же, язык поэзии. Это очень важный язык. И красота словесного построения в них очень велика. Но вдруг произошло огромное зияние, огромная... Ну, пропасть какая-то. Пропасть. Пропасть между ними. Потому что переводить язык богослужения всегда было сложно, потому что именно в русской культуре сложилась такая практика, что церковнославянский — это язык сакральный, а русский язык — язык профанный. Даже в германских языках, даже в немецком языке, такого не было. Перевод Лютера, как говорят, очень приблизительный, очень неточный у протестантов. Но это язык современный, ему национальный немецкий, язык, в который стал допускать наличие высоких смыслов. В нашей речи этого нет. Вот Аверинцев, когда об этой проблеме рассуждал, он приводил пример из Рильки. Приблизительно пример такой, что я каждое утро просыпаюсь и открываю ворота в небо. То есть, как перевести это? Ведь образ, какой стоит образ за этим? Какой логос мы за этим чувствуем? Нам кажется, что, если сказать просто так, я каждое утро просыпаюсь и открываю ворота, то это обычные бытовые действия человека. Я просто проснулся, умылся, вышел во двор, распахнул ворота, чтобы выкатить телегу, отправиться на работу, выкатить машину. А в немецком языке ворота имеют связь с вратами. Более того, Рильки подразумевал именно православное богослужение. Он был в России и очень проникновенно об этом вспоминал. Он написал целую книгу именно таких на русском языке у него всего несколько стихотворений, а стихи с русским сознанием, с русским мышлением это целая книга, часослов. И вот ворота — это царские врата. И образ, по-немецки, образ прочитывается очень глубоко. Я каждое утро просыпаюсь, открываю врата, и эти мои обычные ворота из моего двора — это врата в небо. То есть каждый день я совершаю свою молитву, свое богослужение. Как это перевести? Аверинцев говорит, что перевести это можно только нагромождением слов. Мы не можем это перевести так коротко, как сказано у Рильки. Надо переводить так. Я открываю ворота, и это врата в небо. То есть надо повторять ворота, врата. Потому что если мы скажем, я открываю врата, то получается, что это практика только священника. Но это один из таких примеров. Дело в том, что вся высокая, торжественная лексика получилась так, что она содержалась в церковнославянском языке. Это надо учитывать, потому что поэты, писатели чувствовали этот язык, они его изучали. И это очень важно даже у поэтов Серебряного века, у Блока, у Цветаевой, понимать, что слова, которые они часто используют, это не наши знакомые слова, а слова богослужения. И это совершенно колоссальный труд такого прочтения, которого, конечно же, в советские времена никто не делал. Наоборот... Он, по-моему, и ни в какие не делал, и до советские не был. После Пушкина у нас, так мы это называем, появился русский язык вот в том виде, в котором мы его сейчас имеем, хоть и несколько трансформированном, но со времен Пушкина не было попыток таких вот, такой работы, проделывания такой работы. Да. И с Пушкина тоже все непросто. То есть, вот Пушкин, у Пушкина, конечно же, есть эта попытка. То есть, у него часто складываются такие смыслы высокие, которые похожи на сакральные высказывания. Но, опять-таки, бедствие для нас. Слова пушкинской поэзии, пушкинской речи не попадают в наш быт, в разговорную, профанную практику. Хотя мы в них нуждаемся. Это очень нам нужно высказывать свои мысли, эмоции поэтической лексикой. Это естественный процесс в культурах, которые развивались нормальным образом, поступательным. Опять-таки, романтики вели практику обособленности, частности, индивидуальности гения. Это привело к идее плагиата. Если современный человек в речи использует поэтическую цитату, то он как бы ее крадет, заимствует. Мы знаем эту сцену со Стапом Бендером из «Золотого теленка», когда я всю ночь писал стихи, а потом понял, что они уже сказаны. Но в средние века такой проблемы не было. То есть, как в японских стихах, в средневековых китайских, так и в европейских. в европейской поэзии цитата — это прекрасно, потому что мы цитату из священного источника или цитату из великого поэта, повторяя ее, мы повторяем высокий смысл. Помещая эту цитату в свой контекст, мы видим, что она еще звучит. Это гораздо важнее, что сказанные слова несут в себе содержание, вдохновляют, радуют. А современная культура нам говорит — нет, это чужое. Как же чужое, если я это пережил, если я это получил? — А вот можно в этой связи вопрос вообще в принципе о роли славянского языка в современной культуре? Я знаю, мы с вами до эфира общались, вы сказали, что славянский язык нужно преподавать, его нужно знать. То есть, обязательно, ну, по крайней мере, я так понимаю, где-то на различных там филологических факультетах, вот, наверное, максимум в школе неплохо было бы его изучать, именно вот просто как ответвление русского языка. Вот что может славянский язык, чем он может на данный момент вообще русскую, современную русскую культуру обогатить? Ну, помимо того, что, может быть, наполнит лексикон, вот, поэтическими словами, может быть, вот, что, что вообще дается, может ли он что-то еще дать? Или это язык, который нужно оставить только для церкви? Современный человек и уже в детстве, уже школьник, начинает испытывать страшную проблему, гуманитарную, катастрофическую проблему, потому что практически все мы получаем потрясающие идеи, потрясающие образы, потрясающие мысли, но ни мы не можем их высказать, ни люди, живущие вокруг нас, окружающие люди не высказывают этого, и возникает практика вот этого профанного существования, когда все делают вид, что они гораздо проще, чем есть на самом деле, что люди живут животным началом, инстинктом, это не значит, что человек действительно так живет, он не может выбрать, даже при всем желании, этим в 20 веке очень многие занимались, писатели, художники, когда я бы хотел себя ограничить, но не могу, наоборот, это вызывает еще большую трагичность, но что с этим делать, что это во мне такое кипит, что такое я получаю, что это я узнаю, и церковнославянский язык, он как раз решает вопрос не просто проповеди, потому что вот в дуалюционной гимназии был закон Божий, по сути это же не проповедь, это как раз изучение церковнославянского языка, языка высокой культуры, без которой нельзя понять существование в родном мире, и советская эпоха много чего навратила тоже с образованием и с языком, но вот эта практика разделения, она давняя, старинная, и что может дать преподавание церковнославянского языка? при правильном подходе, если это будет именно язык, ведь по сути мы можем и родную речь, преподавание родной речи сделать интересным предметом, а как выглядит в современной школе русский язык, уроки русского языка, никто их не любит, хотя это преподавание логики, это должно быть преподавание красоты, слова, а все построено на советских методах, на советских учебниках, и если родную речь совместить с церковнославянским языком, показывать, как можно пользоваться этим языком, для этого нужны специалисты, таких специалистов нет, не воспитывает университет, какой-то единичный, частный, индивидуальный опыт. И я думаю, что что-то должно происходить в этом направлении. С другой стороны, конечно же, тексты церковнославянские, мне кажется, нуждаются в переводе. В переводе не обязательно для богослужения, то есть богослужение обладает своими особенностями, но хорошо если человек пришедший на богослужение будет понимать все правильно. Леонид Владимирович, эфир наш подходит к концу. Я предлагаю встретиться в следующей передаче и как раз этой теме славянского перевода уже посвятить более обстоятельный разговор. Большую радость. Сегодня мы с вами, дорогие друзья, прощаемся. Я надеюсь, вам было так же интересно, как и мне, потому что сегодня мы на самом деле коснулись, подошли к славянскому языку с того ракурса, с которого редко к нему кто подходит. Обычно славянский язык ассоциируется чисто с богослужением и редко кто о нем думает, что это изначальные корни нашего русского языка, которые в принципе могли бы, как вот корни у дерева, обогащают ствол, ветви, напитывают влагой листву, они могут напитать влагой и наш родной язык. Буквально недавно я встретил книгу, которая называлась «Русский язык на грани нервного срыва». Вот мне кажется, чтобы нервного срыва не произошло, нужно в том числе нам с вами обогащать его, возвращаясь назад к корням. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Храни всех вас Господь. До скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова